Остается чуть больше месяца до начала единого государственного экзамена. По данным Рособорнадзора, в этом году итоговые экзамены будут задавать около 700 тысяч человек. Каким нововведением необходимо готовиться школьникам? Когда пройдут выпускные экзамены в этом году? Стоит ли ждать серьезных изменений в форматах ОГЭ и ЕГЭ? Мы попросили рассказать директора Центра информационных технологий Светлану Кулакова. Светлана Федоровна, здравствуйте. Скажите, как пройдет сдача экзаменов ОГЭ и ЕГЭ в этом году? Расписание уже готово? Добрый день, уважаемая аудитория. Да, расписание уже утверждено. Экзамены у нас начнутся уже в мае месяце. Для 11 классов это с 23 мая, для 9 классов основного государственного экзамена с 21 мая. Но хотелось бы сделать небольшую оговорку. В расписании у нас произойдут небольшие изменения, которые связаны с поручением Путина на Федеральному собранию. Значит, проект расписания уже для общественного обсуждения готов. Находится на сайте, на стадии утверждения. Как только будет утверждено новое расписание, все выпускники и 9, и 11 классов будут ознакомлены. Скажите, сколько выпускников будет в этом году сдавать экзамены и какие предметы они выберут? Ваш прогноз? Да, база у нас уже для выпускников 11 классов сформирована еще в феврале месяце. Для участия в основной период, то есть это май-июнь, у нас зарегистрировано порядка 1900 участников. Из них это 1640 выпускники текущего года, то есть выпускники образовательных организаций республики. Также у нас сформирована база учащихся 9 классов на 1 марта. Это порядка 6000 участников. Это все выпускники текущего года. Ну и как всегда у нас самыми популярными предметами, что в 11, что в 9 классах, является, помимо обязательных русского и математики, это общество знания. В 11 классах общество знания, потом биология, которую выбрала порядка 600 человек, химия, также около 600 человек, история, чуть больше 400 человек. Нас радует, что возрастает спрос к инженерным специальностям, то есть это предмет, естественно, научного профиля, информатика, физика. У нас информатику в этом году выбрало 274 человека, что почти на 100 человек больше, чем в прошлый год. Также по физике порядка 300 человек. Ну и также популярным у нас остается английский язык. И наименее популярные предметы среди выпускников 11 классов — это литература и география. У 9-классников, как я уже сказала, общество знания — самый популярный предмет. Далее идет география, порядка 2300 человек ее выбрали, химию выбрало порядка 600 человек. Информатику 9-классники выбрали уже побольше, порядка 600 человек. Далее у нас идет история, чуть больше 300 человек, физика порядка 300 человек и английский язык с литературой. Скажите, стоит ли ждать серьезных изменений в формате проведения ЕГЭ 2024 или они будут проходить так же, как всегда? Ну, каких-то кардинальных изменений нет. С 1 сентября 2023 года у нас вступил в силу порядок проведения итоговой аттестации за курс среднего общего образования и основного общего образования. Со всеми изменениями, которые в порядке у нас прописаны, и выпускники, и учителя, и родители уже были ознакомлены. То есть там у нас незначительные изменения произошли. У 11 классов прописано, что выпускники имеют право выбрать, вернее, изменить выбранный ранее уровень сдачи ЕГЭ по математике. То есть математика есть базового уровня, есть профильного. Раньше, чтобы изменить выбранный ранее предмет, требовалось наличие уважительной причины, подтвержденной документально. Теперь в порядке прописано. Математику за две недели до начала экзаменационной кампании выпускник имеет право поменять. Также коснулись изменения и проведения экзаменов для учеников с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов. То есть более подробно расписаны все условия, которые необходимо создать в пункте проведения. Это может быть как на базе образовательной организации, так и на дому или же в медицинском и лечебном учреждении. В 11 классах у нас есть изменения, которые коснулись сроков обработки информатики. Так как информатика проводится теперь в компьютерной форме уже который год, то обработка займет всего лишь два дня. Это означает, что выпускники быстрее получат свои результаты и будут уже планировать поступление в выбранные вузы. В 9 классах таких кардинальных изменений нет, но прописаны сроки обработки экзаменационного материала в резервные дни. Если мы всегда обрабатывали и основные, и резервные дни в течение 10 дней, то резервные дни будут обрабатываться в течение 5 дней. То есть это опять-таки означает, что выпускники чуть пораньше узнают свои результаты после пересдачи. Вы уже затронули в своем ответе послание Владимира Путина к Федеральному собранию. Я бы хотела немножко вернуться туда и подчеркнуть, напомнить, что в своем выступлении Владимир Путин сказал, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Как эти слова реализуются на практике? Да, ЕГЭ не стоит на месте. Все начиналось с того, что раньше задания были, как говорится, часть угадайка была. То есть не нужно было думать, достаточно было просто, как говорится, наобум поставить галочку. Сейчас от этой технологии ушли. В связи с развитием информационно-коммуникационных технологий ЕГЭ уже который год у нас проводится с применением технологии печати и сканирования экзаменационного материала. В аудиториях. То есть при участниках экзаменационный материал, полученный с федерального уровня, расшифровывается и распечатывается и выдается участникам. Также сразу после окончания экзаменационной работы бланки сканируются и передаются в региональную информационную систему для последующей обработки. Также технология проведения информатики. Предмет такой связанный с компьютерными технологиями, поэтому он и ввели его проведение в компьютерной форме. Вот эти изменения были. В связи с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина внесены изменения в проведение ЕГЭ в 2024 году. А именно, выпускники 11 классов имеют право пересдать любой экзамен по выбору, если их не устраивает этот результат. В связи с этим на федеральном уровне проводится большая колоссальная работа, которая связана с тем, что необходимо пересмотреть расписание, потому что приемная кампания уже рассчитана, и чтобы у всех выпускников были равные права и возможности, чтобы они успели уже пересдать экзамен, тот, который они хотят, и поступить в ВУЗы, потому что правила приемной кампании уже у нас не меняются. И в связи с этим расписание немножечко будет сдвинуто, чтобы у выпускников была такая возможность. Но хотелось бы обратить внимание, что здесь есть небольшая особенность. Если выпускник пересдает экзамен, то первоначальный результат будет аннулирован без восстановления. То есть, как говорится, выпускникам нужно подумать 10 раз перед тем, как пойти на этот шаг. Потому что может доказаться, что результат будет ниже, и, к сожалению, восстановить первоначальный результат не удастся. И все-таки, несмотря на все усилия педагогов, на то, что проведение ЕГЭ совершенствуется с каждым годом, все-таки это очень высокая по-прежнему психологическая нагрузка и на детей, и на педагогов, и на родителей. Скажите, что бы Вы пожелали нашим выпускникам? Ну, естественно, удачи. Для того, чтобы участники чувствовали себя комфортно на экзаменах, в каждой школе имеются психологи. С выпускниками проводится постоянно работа, собрания, информационно-разъяснительная работа проводится. Как с привлечением учителей школ, так же и мы проводили выездные совещания. Для того, чтобы участники были адаптированы к проведению экзамена, потому что для них это все-таки первый раз проходит. В школах проводятся тренировочные экзамены, то есть все приближено, как мы говорим, к боевым условиям проведения единого государственного экзамена. То есть уже к экзаменам дети приходят подготовленные, они ознакомлены со структурой экзаменационного материала. Самое главное, чтобы дети не нарушали порядок проведения итоговой аттестации, то есть не пользовались телефонами, шпаргалками. Тогда у них будет время сосредоточиться именно на экзаменационном материале и выполнить всю работу, поставленную задачу, которая стоит перед ним на данный момент. Ну что ж, остается пожелать нашим выпускникам хорошей сдачи экзаменов, успешной, и поблагодарить вас за то, что пришли к нам на программу, ответили на наши вопросы. Большое спасибо вам. Спасибо.